Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о факторах среды, которые действуют на живые организмы в экосистемах. Факторы среды делятся на абиотические, биотические и антропогенные. Абиотические факторы — это факторы неживой природы, определяющиеся физическими явлениями, например, температура, влажность, освещенность. Биотические факторы — это факторы живой природы, определяющиеся деятельностью живых организмов, например, активность хищников или работа азотфиксирующих бактерий. Часто биотические и абиотические факторы очень тесно связаны, например, разрастание древесной растительности способствует снижению освещенности. Антропогенные факторы — это все те явления и процессы, которые определяются человеческой деятельностью. Сегодня мы рассмотрим абиотические факторы. К важнейшим из них относятся температура, освещенность, влажность, химический состав среды, позиция на склоне. Температура является одним из важнейших факторов. Она определяет скорость биохимических реакций и агрегатное состояние многих биофильных веществ. Части организмов могут поддерживать постоянную температуру тела. Они называются теплокровными. Другие организмы не могут. Это холоднокровные. И первые, и вторые могут существовать только в определенных температурных рамках. Те особи и целые сообщества, которые существуют в области низких температур, называются психрофилами. Любят холод. К ним относятся сообщества Тундры, Арктики. Психрофилы могут жить при отрицательной температуре и редко существуют при температуре выше плюс 10 градусов. Организмы, которые живут при высокой температуре, термофилы, любят тепло. Они встречаются в экваториальном и тропическом поясах. Они не любят охлаждение ниже плюс 10 градусов и могут существовать при температуре плюс 40 градусов и выше. Промежуточные сообщества называются мезофилами. Мы с вами и многие другие существа являемся мезофилами. Животные выработали приспособления для борьбы с охлаждением и перегревом. Например, с наступлением зимы растения и животные с непостоянной температурой тела впадают в состояние зимнего покоя. Интенсивность обмена веществ у них резко снижается. При подготовке к зиме в тканях животных запасается много жира, углеводов. Количество воды в клетчатке уменьшается. Накапливаются сахара и глицерин, препятствующий замерзанию. Так морозостойкость зимующих организмов увеличивается. В жаркое время года, наоборот, включаются физиологические механизмы, защищающие от перегрева. У растений увеличивается испарение, транспирация. Воды через устица и поверхность листьев охлаждается. У животных увеличивается испарение через потовые железы. Следующий фактор – это освещенность. Для организмов важна длина волны воспринимаемого излучения, длительность освещения и его интенсивность. Наиболее важно освещение, конечно, для растений. От него зависит интенсивность фотосинтеза и, следовательно, прочих обменных процессов. У животных освещенность определяет возможности зрения, поверхностный нагрев тела и радиационное воздействие. Кроме того, смена светлого и темного времени суток, фотопериодизм, определяет суточную активность животных. Выделяют животных с ночным, дневным и сумеречным образом жизни. Помимо суточных циклов, бывают и более крупные, например, сезонные, годовые. Солнечный спектр можно разделить на три основные фракции. Видимый свет – он актуален для зрения. Инфракрасный свет – он определяет поверхностный нагрев. И ультрафиолетовый свет – он определяет радиационно-зависимые процессы. По отношению к свету, живые существа делятся на три группы. Наиболее ярко – это деление видно у растений. Первая группа – это светолюбивые. Они располагаются на открытых пространствах, в условиях избытка прямого света. Вторая группа – это тенелюбивые. Они, наоборот, предпочитают тенистые места обитания. И третья группа – это теневыносливые. Они могут жить как на хорошо освещенных районах, так и в тенистых. На следующих уроках мы продолжим изучать абиотические факторы.